Книга «Открытым оком», том 10. Вопрос 2370. Взаимоотношения. Наладились ли ваши отношения с отцом Геннадием Фастом? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Он ведет занятия в Красноярске. Туда ходит мама нашего брата Игоря Владимировича Дубунова, Валентина Александровна. Город Красноярск, улица комбайна строителей, 8А21, телефон такой-то. Вот как она описывает случай, когда она задала ему вопрос. Коль вы рассказали об Андрее Кураеве, то скажите, пожалуйста, несколько слов о другом алтайском проповеднике Лапкине Игнатия Тихоновича, отец Геннадий. Несколькими словами об этом человеке не скажешь. Надо много времени. Я обязан ему, так как пришел через него в православие, и благодарен ему за это. Этот человек живет, держа в руках Библию. Есть у него одна черта, о которой я не имею права судить. Просто констатирую, что он обличает всех, священство, патриарха и даже некоторых святых. Он прочитал о жизни святых все, что написано, и, встречая с Библией, обличает. Примерно такой смысл, как я припомнила. Он очень много проповедует, объезжая весь СССР, от Прибалтики до Владивостока. Сидел в лагерях два раза и всегда и везде всем рассказывал и рассказывал о Христе. Я думаю, что со временем люди и церковь разберутся и поставят все на свои места. А я еще раз благодарен ему и считаю его своим духовным отцом. Вот такой примерно текст я кратко записывала. Прежде чем ответить на записку, была такая мгновенная тишина. Он вздохнул всей грудью и взялся за свое распятие на груди и начал говорить как-то вдохновенно и задумчиво, видно, подбирая слова. Николаю очень понравилось. Красноярск, улица Краснопресненская, 16-26, Иванкову Николаю Леонидовичу. В 2004 году из печати вышло «Толкование на апокалипсис святого Иоанна Богослова. Протеерей Геннадий Фаст». Одно издание в Новокузнецке, полиграф-комбинат, улица Арджиникидзе, 11, телефоны, 150 на 210 мм, 364 страницы. Другое издано в городе Красноярске, улица Красной Армии, 10, телефоны. Тираж тысячи экземпляров, 160 на 250 мм, 489 страниц. Игнатий Тихонович, ваши книги все получил, спаси Христос! Если имеете желание иметь еще книги Красноярского издания «Толкование на апокалипсис», цена типографская без надбавок 250 рублей за книгу. Эта книга – подарок. Высылаю также книгу Новокузнецкого издания. Отец Геннадий прислал оба экземпляра мне в подарок и сделал надпись на форзаце. «Игнатию Тихоновичу, наставнику моему и во Христе, отцу с неизменной любовью и воспоминанием о нашей беседе по апокалипсису. Вы наверху лестницы с кистью маляра, а я внизу с вопросами». Протеерей Геннадий Фаст, Караганда, Барнаул, Кызыл, Енисейск, 6 сентября 2004 год. В скобочках. «Когда мы с ним встретились в 1979 году, то я выполнял работу по ремонту базы, и чтобы не терять времени, мы вели беседу во время работы». Объем «Толкование на апокалипсис» получился такой в нашем издании в третьем томе Нового Завета, 428 страниц. Новокузнецкий – 309 страниц, Красноярский – 422 страницы. «Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага?» «Если ты на друга извлек меч, не отчаивайся, ибо возможно возвращение дружбы». «Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним. Друг новый то же, что вино новое. Когда она сделается старым, с удовольствием будешь пить его. Общительность возможна только при уступках, несвойственных диктаторам, тиранам. Связь меж людьми нередко очень хрупка, не ставится ни в грош и весит меньше грамма. «Чтоб дружбу сохранить, себя похорони. Свой эгоизм, кичливую надменность. Тогда объятие крепче, чем гранит». «Иноческих прочь бежит аудиенций. Спаситель сравнивает со своей атарой. А община, как ветки винограда. Общительность с зарывшим урожай угрожает кары. С Капернаумом гордом низвергнутся до ада. В сетях у Иеговы не оказаться черным. Сеть захватила из морских глубин. Хорошие не раки, что сидят под корнем. И колос собирают, когда он не один. Живешь по расписанию, а времени в обрез. На много минуты не хватает. Но друг нас посетил, он из далеких мест. Причина голубям опять собраться в стаю. Чем наделил создатель? Все под микроскоп. В беседе неповерхностной не скроем. Похвалить за помощь наших близких. Обязаны по гроб Христу единокровному. Так совесть нам велит. Вообще не раскроется умение услышать. Талантом поделившись умножишь во сто крат. А если ты один под монастырской крышей? Внезапным посещением какой семейный рад? С кем поскорбишь, беседуя, и с кем слезу прольешь? Чьи раны, омывая к себе, примеришь крест? В общительности жертва и щедрость, словно дождь. У стриженных по кельям все это под арест. Общение с богатым и с гордым берегись. Общение с богатым и с гордым берегись. С премудростью в содружестве духовное родиться. Общение только с верными продляет сладость жизнь. Общаясь с Духом Божьим, отвергнешься нечистых. 10 октября 2004 год. Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин